Впервые разговоры о том, что доллару приходит конец, начали появляться в 2001 году после теракта 11 сентября. После этого события мы увидели с вами сдутие пузыря доткомов, падение рынка акций более чем на 70%, если мы говорим на NASDAQ. И, конечно же, такая ситуация, она не способствовала укреплению доллара Соединенных Штатов и, в общем-то, Соединенных Штатов как лидера, потому что после этих событий они начали большие войны на Востоке, которые были дорогостоящими, которые, в общем-то, подрывали некий авторитет Соединенных Штатов. Но, тем не менее, спустя практически даже более чем 20 лет мы видим, как доля использования доллара в международных платежах сократилась с 70 всего лишь до 60%. То есть за 20 лет, несмотря на все вот эти потрясения, которые мы видели в Соединенных Штатах, всего лишь на 10% снизилось использование доллара как мировой валюты. Тем не менее, в последние дни, последние, наверное, несколько недель и даже месяцев происходят события, которые, как мне кажется, ускорят этот процесс, но есть большое количество нюансов, которые мы с вами в этом видеоролике и разберем. С вами Андрей Михайлес, друзья, вы на моем YouTube-канале. И прежде чем мы с вами перейдем к разбору основной темы, я хотел бы пригласить вас пообщаться со мной в режиме реального времени. Я думаю, что мы, может быть, даже сделаем это сегодня. Будет такой Zoom-формат, то есть можно будет подключиться как в Zoom, если вы хотите задать вопрос, если вы хотите быть просто слушателем. Будет ссылочка на YouTube-трансляцию. Это будет не публичное, то есть на YouTube в открытом доступе этого не будет. Будет, значит, доступ только по ссылке и все доступы как к Zoom, так и к YouTube я размещу, соответственно, в своем Telegram-канале. Поэтому, если вам вдруг интересно пообщаться со мной, тему я выберу в самое ближайшее время. Я думаю, что это будет оценка стоимости криптовалют, то есть как понять, что покупать, что нет. И, в общем-то, мы с вами пообщаемся и вы зададите мне вопросы, выскажите свое мнение и так далее. В общем, подписывайтесь на Telegram-канал, если это вам вдруг интересно. Теперь же мы возвращаемся к теме заката доллара и поговорим с вами про несколько важных новостей, которые буквально за последнее короткое время мы с вами получили. Первое, это то, что, конечно же, Россия и Китай, значит, укрепляют свои связи и пытаются, Россия пытается обойти санкции, соответственно, увеличивает использование юаня. То есть торговый оборот между Соединенными Штатами, между Китаем и Россией, соответственно, будет происходить, оплата будет происходить в юанях. Плюс Россия сказала, что с Азией, с Африкой мы тоже будем, соответственно, торговать за юаней. Спасибо большое, Соединенные Штаты, но, значит, как бы вы нам особо не интересны. Почему так происходит? Про это мы, наверное, сейчас еще поговорим, несколько новостей. Следующее, это саудиты. Саудиты тоже двигаются вслед за Россией и говорят, что мы хотим снизить использование доллара в нашей работе, соответственно, в нашей торговле. Ну и вот буквально вчера появилась новость о том, что Бразилия и Китай тоже хотят перейти на расчеты в национальных валютах. У Бразилии Китай является главным торговым партнером как по экспорту, так и по импорту. Соответственно, логично отказываться от инструментов третьих стран и использовать больше свои национальные валюты. Почему так происходит? Вот та ситуация, которая возникла в прошлом году с заморозкой активов Российской Федерации, я думаю, очень четко дала понять всему миру, что вы можете торговать сколько угодно. Вы можете использовать инфраструктуру в долларах, вы можете использовать инструменты накопления, сбережения и так далее. Но если вдруг вы что-то сделаете не так, что-то я сейчас не хочу говорить правильно, это было неправильно, но тем не менее факт остается фактом, что если вдруг что-то вы делаете не так, что нравится Соединенным Штатам, соответственно, ваши активы могут быть заморожены. И вот представляете, к примеру, Саудовская Аравия продает нефть, продает свои недра, свои какие-то национальные богатства, накапливает эти сбережения в долларах, а потом им говорят, слушайте, ну спасибо, спасибо, эти деньги мы, пожалуй, пустим на какие-нибудь другие нужды стран, пустим на нужды стран, с которыми у вас какие-то разногласия и так далее. Вот, еще раз, я не хочу здесь, значит, говорить о том, что правильно было это неправильно, тем не менее это посыл, это факт. И страны, глядя на это, понимают, что, ну, я сейчас буду зарабатывать в долларах, а что потом будет с этими сбережениями, это очень большой вопрос. Поэтому страны, безусловно, стремятся избавиться от доллара в пользу, соответственно, каких-то других решений. Желательно своих, то есть, чтобы было больше контроля над тем, что ты зарабатываешь и, соответственно, контроля над тем, как ты этими сбережениями в дальнейшем будешь распоряжаться. Что еще мы с вами знаем про Соединенные Штаты? Мы знаем, что в Соединенных Штатах на сегодняшний день глобальная проблема – это инфляция. Причем инфляция растет, как мы с вами видим, а темпы роста ВВП падают. Вот, значит, желтая линия – это инфляция, а красная линия – это темпы роста ВВП. Ну, соответственно, в Соединенных Штатах огромные проблемы. Что еще мы с вами знаем касательно инфляции? Таргет в 2%, который на сегодняшний день пока что даже не маячит. То есть, не маячит он ни в Соединенных Штатах, не маячит он ни в Европе, ни в Британии. Вот, и, соответственно, придется еще больше снижать темп роста экономики для того, чтобы эту инфляцию побороть. Что еще мы с вами знаем, дорогие друзья? А знаем мы с вами то, что кризис банковский уже, значит, показал определенные проблемы в американской экономике. Я не думаю, что мы получим прям какую-то цепную реакцию. Тем не менее, это такие первые звоночки того, что монетарная политика слишком жесткая, что экономика не может развиваться, органически существовать при столь дорогих деньгах. Так, отсюда вытекает следующее, что властям, Центральному банку, правительству придется искать компромисс между тем, чтобы побороть инфляцию и тем, чтобы окончательно не похоронить экономику. В чем это будет выражаться? Это будет выражаться в том, что стоимость доллара, скорее всего, будет снижаться. То есть, у вас не будет возможности в какой-то точке, там, сильно, слишком сильно повышать процентные ставки для того, чтобы побороть инфляцию. То есть, придется искать какой-то компромисс между инфляцией и, вот, как бы, падающей экономикой. А это значит то, что инфляция, скорее всего, будет дольше, будет больше. А значит, что такое инфляция? Инфляция – это разъедение покупательской способности валюты. Соответственно, доллар находится под большим давлением. Но, это как бы вот тот наразив, который мы с вами имеем, это некий фон. Я бы сказал, некий долгосрочный тренд, в котором находятся, значит, доллар и Соединенные Штаты. Тем не менее, есть и обратная сторона у этой медали. На сегодняшний день, во время риск-офа, других инструментов, кроме как, де-факто, доллар и долларовые, там, деноминированные в долларах, там, государственные облигации Соединенных Штатов, нет. То есть, как только у нас проявляются определенные проблемы, куда начинает бежать капитал? Капитал начинает бежать в доллары. Это первое, что мы должны с вами понимать. Второе, что мы должны с вами понимать, что накопление и заимствование на сегодняшний день рекордные именно в долларах. То есть, нету другой, второй такой валюты, даже евро сильно меньше, по, значит, сбережениям, которые номинированы в долларах, и по возможности стран, возможности предприятий привлекать капитал. То есть, если вы хотите привлечь деньги на какие-то свои нужды, то проще всего сделать на сегодняшний день в мире это именно в долларах. Но проблема заключается в следующем, что, значит, страны по-прежнему занимают очень много в долларах. То есть, я, наверное, стоит прояснить, что все это значит. Это значит то, что у вас есть две стороны. То есть, есть те, кто отдалживает в долларах, соответственно, для, вот вы, к примеру, имеете облигации какой-нибудь компании. Ну, там, компания рога и копыта. Вы отдали свои деньги в долларах, значит, этой компании для того, чтобы она что-то делала. У этой компании долг в долларах, то есть, она должна искать где-то доллары для того, чтобы вам, значит, выплачивать проценты, плюс погасить в какой-то момент времени тело основного этого долга. А для вас это актив, то есть, это ваше сбережение, которое генерирует вам какой-то доход. Вот, и для того, чтобы отказаться от долларов, вы должны сказать, что я не хочу больше иметь эти сбережения в долларах, ну, то есть, я от них отказываюсь. И, значит, а с другой стороны, ну, с другой стороны проще, да, то есть, первое, наверное, должны те, кто занимал в долларах, они должны сказать, ну, мы как бы дефолтим, все, мы, значит, в долларах вам отдавать не будем, а будем отдавать в рублях. А вы должны сказать, что да, например, эта история, она нам, она нам подходит, она нас устраивает. Очевидно, что совпадение этих двух факторов, оно около невозможно. Ну, то есть, вы, как собственник капитала, который вы отдаете, вы скажете, слушайте, ну, мне не нужны рубли, давайте мне, пожалуйста, в долларах, а я уже там сам решу, что мне с этими долларами дальше делать. Вот, поэтому вот это очень большой тренд. И на сегодняшний день мы, вот, как с вами увидели на этом графике, что рекордное количество по-прежнему на рынке капитала, как сбережения, так и, значит, заимствование происходит в долларах. Страны по-прежнему занимают рекордное количество в долларах, то есть, в 22-м году мы увидели, что, значит, развивающиеся рынки занимали в долларах на довольно низкую величину, ну, по отношению, там, к предыдущим годам, опять-таки, в связи с тем, что это стало сложнее делать, потому что ставки стали высокими. Тем не менее, вот, Goldman Sachs ожидает, что в этом году мы восстановимся, то есть, произойдет восстановление, и страны будут занимать больше. Тем не менее, проблема еще в следующем заключается, что не все страны на сегодняшний день могут себе позволить это сделать, потому что есть, скажем так, уровень ставок, под которые страны занимают деньги в долларах. И вот видно, что есть категория стран, а это порядка на сегодняшний день, сейчас я вам скажу, найду эту цифру, в общем, более 25-29%, по-моему, из emerging markets находятся вот в этой черте, то есть, они просто-напросто не могут себе позволить из-за огромной стоимости долга занимать деньги, то есть, занимать деньги в долларах. Что это значит? Это значит то, что они не имеют возможности на сегодняшний день рефинансировать свои долги. А рынок долга, он так существует, что очень редко бывает так, что страна полностью гасит свои долги. Как правило, все склонны там наращивать в среднем, да, то есть, в среднем долги по номиналу растут, могут меняться, значит, могут меняться пропорции по отношению там к ВВП, каким-то другим показателям, но с точки зрения номинала, как правило, долги растут. Ну, то есть, вы их рефинансируете, там, доллар, стоимость доллара обесценивается и так далее. То есть, у вас ВВП растет, но, тем не менее, этот паттерн, он, скажем так, очень широко распространен. То есть, долги склонны именно рефинансировать. А тот факт, что 29%, вот где-то эта цифра уж не помню, ну, надеюсь, вы мне поверите на слово. Вот, по-моему, она, значит, 29%. Да, то есть, это вот тут. То есть, количество стран, которые не могут это сделать, на сегодняшний день из Emerging Markets порядка трети. То есть, как они будут искать доллары? Соответственно, спрос на доллары будет очень и очень большой. Еще, что мы должны с вами понимать, это статистика по поводу количества долгов. То есть, мы с вами видим, что растет, значит, заимствования растут в долларах. Соответственно, против этих заимствований есть активы. То есть, это же не просто заимствование. Любой долг – это чей-то пассив, чей-то актив. Это нужно понимать. Так вот, на сегодняшний день по официальной статистике 13 триллионов долларов – это, значит, количество небанковских долгов за пределами Соединенных Штатов. Но есть еще одна статистика, которая показывает, что есть еще скрытые долги, которые там через различные деривативы, свопы и так далее, и так далее. Что это цифра 65 триллионов долларов. То есть, не 13, а 65 триллионов долларов, против которых, то есть, это чей-то актив. Понимаете? И вот, глядя на эту ситуацию, мы можем с вами сказать следующее. Выводы какие, да? То есть, вот мы рассмотрели с вами две стороны медали. Есть одна сторона медали, где есть санкции, где есть недовольство, где есть снижение использования доллара и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, есть огромная система, потому что вся наша финансовая система, которой мы пользуемся, де-факто основана на долларах. И отказаться в один день от долларов или там отказаться от долларов в какой-то короткий промежуток времени, на мой взгляд, невозможно. То есть, да, это многие страны не хотят это сделать, не хотят использовать доллары, не хотят давать право Соединенным Штатам диктовать условия, то есть, хотят быть более свободными. И я думаю, что это действительно тренд, но это тренд очень длинный, который будет занимать десятилетия, а возможно, даже и больше. Что еще мы должны с вами знать, дорогие друзья? Пересыхает в горле, прошу прощения, вот если вас отвлекают мои вот эти действия. Что еще мы должны с вами знать? С точки зрения инвестиций, что это значит все для нас, как для инвесторов? А это очень простой, наверное, очень простой факт, это то, что мы должны с вами диверсифицировать наши капиталы. И не просто диверсифицировать, а, скажем так, делать инвестиции таким образом, чтобы тот доход, который мы с вами можем получить, и вот где эти инвестиции находятся, был привязан к тому месту, где мы с вами планируем дальше жить. Вот после марта 2022 года у меня откололась часть инвесторов, с которыми я работал. С некоторыми работали очень долгое время. И эти инвесторы из России, они сделали просто для себя выбор. Они не планируют жить в Европе, они не планируют жить где-то в другом месте, кроме России. И, соответственно, они понимают, что капитал им нужнее именно в России. Потому что что будет там с брокером, к примеру, который опять выйдет очередной пакет санкций, и скажет, что мы заморозили деньги государства, но дальше мы замораживаем деньги вкладчиков. Ну, теоретически же это тоже может быть. То есть сказать, что на 100% этого не будет, нельзя. Я думаю, что никто не возьмется давать подобные гарантии. Поэтому первое, что нужно для себя четко решить, вы должны понимать, где вы будете жить, в каком регионе, в какой части, в какой половинке света. То есть либо это Европа, Соединенные Штаты и так далее, либо это Россия, Китай, Азия. То есть баррикады сейчас выстраиваются очень понятно. Это первое. Нужно, что для себя уяснить, соответственно, выстраивать инвестиции именно с этой точки зрения. То есть с точки зрения того, где вы планируете этот капитал дальше тратить. Второе, что мы должны понимать, что все-таки должна быть широкая диверсификация. То есть да, перекос должен быть в сторону, опять-таки, активов вашего места жительства, активов, которые будут генерировать вам доход в той валюте, в которую вы планируете тратить и так далее. Но, тем не менее, широкую диверсификацию все равно никто не отменял. То есть портфель может быть перекошен в сторону, как я и сказал, активов, где вы планируете жить и тратить. С другой стороны, все равно должны быть активы, которые не привязаны к этой части вашего инвестиционного портфеля. Что интересно, я вот хочу вам показать несколько графиков. Первый график – это соотношение стоимости рынка Соединенных Штатов к коммодитис. Мы видим такие достаточно понятные тренды, которые длятся по несколько десятилетий. И мы видим, как на сегодняшний день отношение стоимости коммодитис рекордно низкое по отношению к стоимости, значит, к стоимости американского фондового рынка. То есть инструменты, которые завязаны на коммодитис, я думаю, что в долгосрочном плане имеет смысл иметь в своем портфеле. То есть нет привязки к Соединенным Штатам, нет привязки ни к какой стране, потому что бочка нефти, грубо говоря, или мешок пшеницы, соответственно, это мешок пшеницы, неважно, в каком месте вы его будете продавать. То есть это первое. То есть широкая диверсификация. Что еще может быть интересно? Может быть интересно золото. Прямо сейчас, мне кажется, золото довольно-таки перекупленное, но в долгосрочном плане, я думаю, этот инструмент имеет смысл добавлять. Что еще интересно? Безусловно, криптовалюты. Интересно? Конечно же, интересно. То есть стоит добавлять биткоин, который тоже, по моему мнению, сейчас перекуплен довольно-таки сильно, там эфир и так далее, и так далее. То есть я думаю, что альтсезон мы рано или поздно увидим, соответственно, стоит будет делать экспозицию туда. Если мы говорим с вами про коммодитис, что еще мы должны с вами понимать? Вот я вам хочу показать несколько очень интересных графиков. Сейчас я вам покажу. Вот первый график – это график… Значит, что это за график? Это позиции фондов, так называемые. Ситай – это… В общем, это компании, которые занимаются управлением активами на рынке коммодис. Ну, грубо говоря. Может быть в формулировке сейчас где-то ошибусь, но примерно это так. Так вот, мы должны понимать, что есть определенные циклы. То есть когда вот эти, значит, фонды находятся слишком в медвежьем, слишком перепроданы по какому-то инструменту, соответственно, этот инструмент имеет больше шансов на рост. И обратная ситуация. То есть когда там уже слишком много покупателей, соответственно, мы говорим про то, что этот инструмент склонен, соответственно, падать. И вот что мы с вами видим по золоту. Мы с вами видим, как вот где-то начиная с июля месяца, наверное, даже с июня месяца, длительное время, значит, по позициям MCTA золото находилось в такой негативной зоне. То есть была очень сильно перепродана. Дальше мы увидели закономерный рост. Сейчас мы видим, как уже не очень интересно покупать с точки зрения риска-реворда. То есть в долгосрочном плане золото окей, но вот прямо сейчас, на мой взгляд, не самые лучшие цены. Что интересно, дорогие друзья, так это экспозиция на нефть. Вот мы видим с вами Brent, мы видим с вами WTI, мы видим с вами, как эти инструменты, соответственно, зашли в отрицательную зону. То есть вся история с нефтью, плюс мы понимаем, что рынок нефти, он очень сильно фрагментирован на сегодняшний день. То есть Россию де-факто вытолкнули с определенных рынков, дали им какой-то очень небольшой кусочек, где они могут продавать, плюс там определенные тоже санкции, определенные лимиты и так далее. Плюс производство нефти, добыча нефти в России ожидаемо будет падать со временем и так далее, и так далее. То есть рынок дефицитный в какой-то степени дефицитный. Плюс мы видим с вами, как по сетей уже нефть довольно сильно перепродана. Поэтому на ближайшее время, я думаю, что инструменты, связанные с нефтью, компанией, которые занимаются добычей нефти, могут быть интересны. То есть плюс еще нужно понимать, что когда мы проживем рецессию, то есть рано или поздно мы ее проживем, соответственно, дальше у нас спрос на энергетику, он будет только расти. В общем, друзья, такие мысли на сегодняшний день. То есть да, проблема доллара существует, закат доллара неизбежен. Мы двигаемся в этом направлении, но как инвесторы мы должны понимать несколько моментов. Подытожим давайте. Первое, что во время рискова инструменты долларовые только растут, то есть других альтернатив на сегодняшний день нет. Второе, что мы должны с вами понимать, что этот тренд, то есть мир, который мы с вами помнят в 2018 году, он больше никогда не вернется. То есть много процессов, которые останутся с нами перманентно. И деглобализация, то есть более фрагментированный мир, это то, к чему мы с вами идем. То есть больше центров силы, соответственно, больше всевозможных конфликтов. Соответственно, вам нужно выстраивать свои инвестиции, исходя из ваших перспектив на жизнь, где вы планируете жить и, соответственно, исходя из этого выбирать активы. Второе, что мы должны понимать, что есть инструменты, которые не зависят от различных процессов. Это преимущественно коммодитис, это золото, это криптовалюты. То есть это инструменты, которые, независимо от вашего места жительства, независимо от региона, являются определенными активами. Вот, соответственно, экспозиция туда тоже, на мой взгляд, must have. В общем, друзья, на этом, пожалуй, все. Вот это те тезисы, которыми я бы хотел с вами поделиться. Если видео понравилось, лайк, подписка, подписка на телеграм-канал и поговорим с вами, я думаю, что либо сегодня, либо завтра проведем с вами зум-звонок, где, в общем-то, я поделюсь с вами некоторыми интересными мыслями, возможно, инструментами. Вы зададите вопросы, как-то, значит, мы что-то пообсуждаем. Вы расскажете, с чем вы согласны, с чем нет. И, в общем-то, ну, такой, я даже не знаю, такое просто интересное общение, вот, на тему рынков, на тему финансов и так далее. Чтобы попасть, соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал. Друзья, на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Пока.